здравствуйте у нас на прямой связи журналист путешественник илья варламов я здравствуйте привет журналист путешественник урбанист архитектор предприниматель там много если почитать википедию как вы сами себя определяете и идентифицируете когда вас спрашивают илья вы кто не но основное но основное занятие это журналистика да я я скорее журналист это первостепенно от этого уже идет все остальное то есть даже если мы говорим про архитектуру я не проектирую это тоже мое увлечение архитектурой это тоже журналистика я закончил московский архитектурный институт то есть по образованию архитектор но очень мало работал именно как текущий архитектор то есть я вначале занимался архитектурным бизнесом как менеджер вот а потом ушел так можно сказать в архитектурную журналистику архитектор жилых зданий да если я правильно понимаю жилые общественные здания а почему был вот сделан такой выбор почему в архитектуру вообще интересно наблюдать когда люди из архитектуры уходят в гуманитарные сферы андрей макаревич в том числе кстати как это у вас произошло во первых давай так архитектура это скорее тоже сказал это более больше гуманитарная история творческая и слушай не знаю я я с детства ходил в художественную школу помимо основной школы еще закончил художественную школу в москве вот и мой преподаватель в художественной школе когда ну мы выпускались оттуда там выдавали всякие там дипломы он сказал просто посоветовал моим родителям даже не мне моим родителям сказал что вот вашего сына такой архитектурный склад и я бы советовал ему дальше продолжать заниматься идти куда-то вот что-то связано именно с архитектурой я тогда был не определившись то есть наверное это был не мой выбор прямо такой стопроцентно мне понравилось особенно когда я узнал что туда не нужно как раз сдавать что все экзамены были тогда творческие это был рисунок черчения то есть то что мне нравилось не надо было сдавать ни математику ни русский язык и ничего остальное мне это очень понравилось поэтому я с удовольствием пошел в архитектурный институт вот интересно что архитектура и создание здания это что-то что остается на долгое время в одном месте ну некоторые строения стоят столетиями есть даже остатки которые спустя тысячелетия до нас доходит и вот еще одна ипостась ваша как раз твоя да мы будем на ты наверное в эфире это это путешествие это что-то совершенно другое то есть получается что с одной стороны вот такая тяга к стабильности с другой стороны тяга к перемене мест как это совмещается слушай ты знаешь сложно сказать как как это совмещается я не воспринимаю прям какую-то прям перемену мест потому что я наверно никогда особо на одном месте не сидел для меня это просто такой понятный образ жизни вот но вообще для одну для тех кто меня знает все это началось как раз с не помню точно какой это был год я поехал в европу это был копенгаген и помимо каких-то основных достопримечательностей посмотрел новые районы как они выглядели как строить жилье это написал еще тогда был еще живой журнал я сделал пост и показал как строить новое жилье в европе и тогда этот пост вызвал просто небывалый резонанс это было может быть лет двадцать назад то есть это прямо было давно когда ты говорил что здание должны обязательно многоэтажные что двор может быть без машины как и такие базовые сегодня базовые понятные вещи но тогда это было что-то такое невероятное это Тогда стал у меня самым популярным по основе, получил такие тысячи комментариев, и я понял, что людям действительно это интересно. И мне стало интересно все-таки разобраться, да, как в разных странах живут люди, почему об одних и тех же вещах там совершенно разные представления. Я хотел собрать какие-то лучшие практики, которые есть в мире, и привезти их в Россию, и показать, что вот можно жить там по-другому, да, что такое там настоящее качество жизни, что нужно требовать, как этого добиваться, почему у одних там стран получается, у других не получается. И вот мне именно хотелось во всем этом разобраться, поэтому я поехал в такое бесконечное путешествие по миру, чтобы собрать какие-то лучшие практики, которые есть, и привезти их в Россию, и показать там своей аудитории, к чему надо стремиться. Потому что для того, чтобы что-то изменить, нужно создать какой-то общественный запрос на вот эти положительные изменения. Ну, архитектура — это некое отражение вообще общественного настроения. То есть если говорить о России или вообще о постсоветском пространстве, где огромные площади застроены вот этими советскими типовыми домами, и это тоже накладывает какой-то психологический отпечаток, кажется. Вот насколько это взаимосвязанные вещи с тем, как люди живут, и то, на что они смотрят каждый день. — Да, здесь сейчас это вот такие есть. Буду сейчас защищать Советский Союз ничего и меньше, его, конечно, хотел бы делать. Да, как Черчилль говорил, да, что сначала мы строим дома, здания, потом эти здания строят нас. Безусловно, архитектура, она формирует сознание, формирует наше поведение. Есть этому там и научное объяснение. У меня, например, недавно на YouTube-канале выходил ролик, когда мы разбирали как раз вот этот популярный сериал «Слово пацана» с точки зрения урбанистики, да, то есть как вот эти вот советские районы, как эта среда, как вот эти вот крайные советские городов, они взрастили в том числе вот эти вот преступные группировки, которые именно там и зародились. Могли ли они, например, зародиться в другой среде? Безусловно, могли, да. И если мы посмотрим, например, на ту же самую Америку, бесконечно одноэтажную вот эту вот субурбию, там своих проблем хватает, это тоже генерирует огромное количество проблем. Вот, но да, безусловно, в каждой стране есть свои проблемы, свои особенности. Если мы говорим про постсоветское пространство, то в том числе и градостроительные решения, не самые удачные, они закладывают многие проблемы, которые есть, ну, сейчас, да. Например, ну, если прямо совсем коротко, потому что на этом у нас сейчас весь эфир может уйти, и что мы будем разбирать, что не так с нашими районами и всем остальным, да. Большая проблема именно на постсоветском пространстве, что у людей нет ощущения своей земли, нет ощущения там своего участка, а без этого невозможно никакое ответственное отношение к своей земле, да. То есть если мы возьмем типовой советский двор, который сформирован в микрорайоне некоторыми там панельками пятиэтажными, то у этого двора нет границ. Мы не знаем, к какому дому он принадлежит, да. То есть у каждого отдельного дома нет своего участка. Получается, все общее, все проходное. Как мы знаем, общее – это ничье. И это, соответственно, влияет в том числе на поведение людей, потому что у многих людей зона их комфорта, она сужается до их квартиры. Они даже не воспринимают, например, там подъезд, что это их подъезд, да. И многие люди даже не воспринимают внешнюю сторону своей входной двери, что это их дверь, да. Их пространство начинается именно с внутренней стороны двери, поэтому иногда ты идешь в каком-то подъезде, да, у тебя на двери может сидеть какая-то реклама, она быть грязной, человек даже не будет ее мыть, потому что вот он эту пространство не воспринимает как свое. Бессловно, это все, ну, в том числе формируется и архитектура, и до сих пор большая проблема именно с местным самоуправлением. Если мы говорим про Россию, что очень сложно работают с большим скрипом все эти там ТСЖС, люди очень сложно объединяются, потому что, опять же, сложно объединяться, когда у тебя жилой дом на тысячу квартир. Да, ты не можешь в таком большом количестве людей как-то объединить и заставить управлять своим маленьким домом, а что говорит там про управление района. Люди не участвуют в местном самоуправлении, не участвуют в городском, ну, и все это идет дальше, да. То есть, в общем, большое-большое количество проблем, оно было заложено, их довольно сложно надо будет как-то решать, но, безусловно, да, архитектура здесь не последнюю роль играет. Вот интересно, что ты как раз про двор рассказал, я пытался как раз сформулировать мысль о том, что, с одной стороны, двор — это действительно ничья земля, с другой стороны, я вспоминаю свое детство, двор — это некое пространство, где ты чувствуешь себя относительно защищенным. То есть, это вопрос сфер влияния, то есть, двор на двор, ты из какого двора, из какой части района и так далее. И здесь мы вообще можем перейти к большой политике. То есть, получается, он ничей, но в то же время это вот сфера влияния, в рамках которой ты находишься физически и психологически. Нет, ну, если, смотри, если у тебя район поделен на какие-то зоны влияния, и ты там примыкаешь к той или иной группировке, да, у тебя, безусловно, какое-то деление есть. Вот, но если мы говорим про... Ну, это сейчас уже редко встречается, это как раз было, наверное, в 90-е. Вот, но если мы говорим там про сегодня, то это скорее какое-то там зачастую ничье пространство, которое используется как... Ну, может быть, будет не совсем корректное там сравнение, так как отхожее место. Можно просто посмотреть, например, там, какую-нибудь парковку, да, как человек паркуется во дворе, как он паркуется на своей земле. Достаточно приехать в любой там дачный кооператив и посмотреть, например, как человек относится к парковочным местам для своего автомобиля. Ты никогда не увидишь, чтобы человек парковал свою машину въезд, да, ну, в своего дома на своем участке или прямо на газоне, на своем газоне. Невозможно, что его газон, скорее всего, для машины будет построен гараж, человек вложится деньги, он за это заплатит, Машину куда-нибудь там спрячут, под какой-нибудь там навесик. То есть она будет идти на углу участка. То есть она не будет перед его окном, у его спальни стоять машина. При этом во дворе он ставит ее прямо в подъезд, на газон, на цветник. Ему все равно, потому что, опять же, он воспринимает этот двор как некое общее ничьего пространство, где надо просто что-то ухватить. Если ты можешь как-то этим воспользоваться, пользуясь этим максимально эффективно, на остальных плевать. Каждый сам за себя такая агрессивная, совершенно недружелюбная среда. Это можно экстраполировать на всю страну? Это создает некий такой культурный код все-таки в масштабах уже государства, в масштабах территории такой большой. То есть вот то, что ты говоришь... Слушай, есть разные исследования, не существует однозначного ответа. Мне тоже в какой-то момент хотелось получить какой-то простой ответ, что вот, мол, смотрите, мы строили такие дома, и теперь вот у нас что-то где-то идет не так в политике и во всем остальном. Но различные исследования, к сожалению, не дают однозначного ответа. Потому что все гораздо сложнее, потому что на это все накладывается куча других инструментов. Ну, например, даже банальное отношение людей к государству. У нас, например, человек делегировал абсолютно... Ну, в России все свои бытовые проблемы делегировал государству. Даже уборку дворов. Кто убирает двор? В большинстве стран Европы... Ну, например, возьмем Германию. Люди сами отвечают за обслуживание своего двора. То есть невозможно представить ситуацию, когда немец жалуется, что я не могу со своего двора выехать, где мэр, почему он мне не чистит тут дорожки. Ну, то есть вы сами даже в своем доме должны там объединиться, нанять там дворника или сами собраться и все это дело как-то убрать. Вот. Иначе никто не уберет. Вы должны нанять садовника, должны сами за свой двор платить, сами все это дело должны обслуживать. Ну, и так далее. Если там протекает крыша, ты не жалуешься, что у тебя протекает крыша, потому что у вас есть там бюджет дома, всем приходит счет, там все платят за ремонт этой крыши. Потому что люди ответственно относятся к своей там собственности. В России все это извращено. Люди делегировали это все государству. Государство это мега неэффективно все делает. Я прекрасно понимаю, что сейчас кто-то скажет, мы бы хотели делать все сами, но нам не дают. Это тоже проблема. Поскольку как только люди все-таки пытаются взять власть в свои руки даже на уровне своего дома и, например, поменять управляющую компанию, зачастую это заканчивается все печально какими-нибудь бандитами и всем остальным, что там расплодилось в этой сфере. Но это как бы большая проблема, да, потому что, еще раз, у человека нет связи с землей. Можно даже вспомнить, например, московскую историю с реновацией, когда у тебя есть квартира, у тебя есть собственность, и ты приходишь, к тебе приходит государство и говорит, что сейчас мы тебе возьмем твою собственность, твою квартиру, и мы ее поменяем на квартиру побольше. Бесплатно. У тебя будет больше, будет больше. И люди такие радуются, а некоторые еще возмущаются. То есть, ну как-то вот хотелось бы еще побольше. Когда эту историю рассказывают где-нибудь в Европе, никто не понимает, как это возможно, то есть, какой механизм, почему государство у кого-то берет его собственность, дает ему собственность побольше, да, как это вообще работает. Да, и при этом некоторые там европейцы меня спрашивали, окей, а как же земля, на которой стоит этот дом? Люди же получают компенсацию потом за продажу этой земли, их же переселяют там на другую землю. Я такой, нет, конечно, ну как бы об этом даже вообще никто не думает, что там еще, оказывается, есть земля под этим домом и все остальное. Это большая проблема. Тут должны проводиться какие-то длительные реформы, но пока до этого как бы далеко. Ну, получается вот это желание получить побольше, не думая о том, что под этим домом. Вот эта тяга к экспансии в каком-то смысле, тяга к расширению, она же опять, мы здесь переносим все на геополитику и видим некоторое отражение того, что ты говоришь, на уровне там управляющих компаний, двора и обывателя или там простого собственника, то это все находит отражение в большой политике. Ну, это очень-очень четко ложится на то, что сейчас мы видим. Нет? Нет, смотри, желание получить побольше есть у любого человека. Я тебе уверяю, что если мы сейчас возьмем, не знаю, там, латыша, американца или британца и предложим ему какой-нибудь любой инструмент получить чего-нибудь побольше или где-то что-то урвать, он с удовольствием урвет. Это в природе человека получить побольше каких-то ресурсов, активов, особенно, чтобы тебе еще за это ничего не было. Да, то есть, ну, это не имеет отношения... Ну, то есть, опять же, мы это можем сейчас как угодно переносить там на геополитику. Я бы не стал этого делать, потому что, ну, мне все-таки кажется, это присутствует абсолютно везде. Но есть институты, которые как раз это определяют. Они определяют эти правила, они сдерживают эти, в общем-то, наверное, подсознательные стремления. То есть, и таким образом демократия и функционирует, да? Не потому что общество очень хорошее, люди, я согласен, они везде плюс-минус одинаковые. Потому что есть инструменты, которые это все регулируют. А вот когда инструментов нет, тогда начинается эта история. И это на всех уровнях должно быть, я так понимаю, эти институты. Нет, слушай, безусловно, все начинается, ну, как бы в этом и есть политика, да? То, что люди, они должны участвовать в политике. Они должны иметь там инструменты влияния, собственно, ну, с этого все и начинается. В России, к сожалению, да, сегодня какой-то нормальной политики не существует. У людей нет возможности влиять на ситуацию, да? То есть, ну, можно просто банальной историей, там, Государственная Дума, 450 кресел у депутатов, все депутаты как один, например, поддерживают войну. То есть, нет ни одного антивоенно настроенного депутата. Хотя понятно, да, что можно смотреть на любые опросы. То есть, если мы посмотрим даже на самые официальные, проофициальные опросы про отношения людей к войне, то там всегда даже у этого богомерзкого там вциома там всегда будет какой-нибудь небольшой процентик людей, кто против войны. Понятно, что они присутствуют в обществе. Это не бывает настолько монолитных обществ. Ну, пока еще, да. Может быть, скоро они перекуют там. Но пока еще, да, общество не настолько монолитное. Понятно, что есть антивоенно настроенные, кто-то говорит, их там 20%, 30%, 50%. Даже если мы думаем, что их 5%, да. Но где у этих людей представительство в Государственной Думе? Нет там ни одного депутата. И это же все начинается... Ну, вся эта политика, она начинается с муниципалитетов, с каких-то там локальных выборов. Можно просто посмотреть, например, даже участие людей в жизни, ну, в реальной участии людей в жизни своего района. Я думаю, 99% людей, они даже не в курсе, где находится у них это муниципальное собрание. Они туда не приходят. В основном там приходят такие пенсионеры, которые просто делать нечего. А молодые люди все это делают делегировать. Почему, да? Потому что такая вот вымученная беспомощность навязанная, да, что государство все время очень, ну, выбрало вполне правильную для себя политику объяснения людям, что от них ничего не зависит, что они ничего не решают, что вся эта политика это такое вот грязное дело, что там что-то все ругаются, там какие-то все такие отвратительные. Вот это вот лучше, да, не соваться, лучше заниматься как бы своей жизнью, а мы тут сами все решим. И можно выйти на улицу, спросить людей, когда он был вообще на каком-нибудь последнем там заседании муниципального собрания. А знаете вообще, кто у него там муниципальный депутат? А знает ли он об их полномочиях? А участвовал ли он в этом? И 99, я думаю, и 9% в России, они скажут, что нет, нам это неинтересно, от нас ничего не зависит, и мы вообще в этом ни в коей истории, мы не участвуем. А все просыпаются, когда что-то случается. Вот я, например, получаю огромное количество сообщений, там, каждую неделю, когда люди пишут, ай, срочно помогите, у нас тут, не знаю, дорогу не в том месте строят. Или, ой, срочно у нас тут что-то снесли. Так, ребят, а где вы были, все время хочется спросить, а где вы были, когда это были слушания, где вы были, когда подписывались все эти документы? Так нигде не были, никто ничем не интересовался. А потом такие очукулись, ой, а как это случилось? И вот это как раз можно переносить и на большую политику, на все остальное, да, что мы в какой-то момент проснулись, и потом бац, что-то происходит, война идет, да. А вроде мы как бы за нее там как бы и не хотели, нет, а вот тут случилось, ну что теперь делать, да. Опять же, от нас вот как бы надо было раньше думать. Ну, на твой взгляд, вот такие потрясения, даже на уровне там муниципалитетов. Вот события в Курской области, которые сейчас разворачиваются, это большой стресс и шок для тех, кто там находится. И, в общем, это тоже такое проникновение войны с территории Украины уже на территорию России. Для многих это такая неожиданность. Это может что-то кардинально поменять мировоззрение, хотя бы часть людей, которые находятся на этих территориях, или это тоже ошибочная такая история? Сейчас, да, потом закончится по каким-то причинам, и снова люди будут жить так, как жили раньше. Слушай, ну, во-первых, давай так. Война на международно признанную территорию. Здесь надо делать оговорки, да, поскольку у нас все рисуют себе разные карты. Война на международно признанную территорию России, она пришла не вчера и не в Курскую область. Можно вспомнить там несчастную Белгородскую область, все это Шебекино и другие там населенные пункты, от них уже практически ничего не осталось. И даже жители того же самого Белгорода, война конкретно уже давно в их доме, когда ты видишь все остановки общественного транспорта, превращенные в бомбоубежище, когда там счет погибших мирных жителей идет там на десятки. То есть понятно, что война так или иначе к ним домой пришла. Вот. Как это повлияло, я, к сожалению, не могу сказать, потому что я не имел возможности напрямую с людьми поговорить, и какой-то внятной социологии сегодня там сделать невозможно. И это просто не совсем моя тема. Я не понимаю, я вижу разные мнения из экспертов. То есть кто-то считает, что наоборот это все должно привести к недовольству людей, которые должны сейчас задуматься, а за это ли они голосовали, а точно ли они поддерживают там такую-то войну. Но с другой стороны есть, опять же, эксперты, которые говорят, что подобные истории, они наоборот позволяют Путину сплотить у себя людей, перенести на свою сторону сомневающихся, потому что теперь гораздо проще объяснять, что Россия делает, зачем нужна вот эта вся история. Потому что, мол, смотрите, они вот атакуют наши дома, они убивают мирных жителей, как мы сейчас возьмем, остановимся. Теперь понятно, вот я вам говорил, что вот они такие, а вот они и такие есть. И это позволяет людей, вот именно колеблющихся и сомневающихся, наоборот, перевести в сторонники войны. Я не знаю, я не антрополог, не социолог, я не знаю, какие механизмы в обществе работают. Мы можем констатировать только по сфактуму же. Если говорить о географии, это судьба. Если говорить о площади России, 17 миллионов квадратных километров, и Петр Вайль в «Карте Родины» как раз говорил о том, я цитирую недословно, но мысль была такая, что привыкли мыслить не километрами, а континентами. И вот эта огромная площадь, на которой находится Россия. Вот Белгород, вот Владивосток. Люди, которые говорят на одном языке, оно находится на расстоянии друг от друга, там в десятки, там, десять тысяч километров. Что вообще объединяет Россию? Вот это язык, это телевизор? Есть ли какие-то общие такие фундаментальные моменты, которые делают, скажем так, жители России жителями одной страны? Что их объединяет? Какая ценность? Объединяет культура. Ну, общий культурный код. Фильмы, которые мы смотрели, музыку, которую мы слушали, еду, которую мы едим. Более того, если ты приедешь в любой, в любой экспадский район, хоть в Америке, хоть в Европе, ты увидишь ровно тех же самых людей, и у тебя не будет какой-то такой вот разницы, что ты сейчас сидишь там где-то в Америке. Ну, может быть, немножко у них есть какие-то особенности, какие-то новые слова появились, но в то же время это там те же самые люди. Да, это люди, с которыми тебе просто общаться. Почему тебе с ними просто общаться? Потому что они все понимают без каких-то дополнительных пояснений. Потому что мы все это переживали. Ты можешь сказать просто одно слово там «Ельцин» или там «Афган». И человеку все становится понятно. То есть он понимает, американски нужно, любому иностранцу нужно очень долго объяснять, почему это, что это. То есть у меня есть мои там иностранные друзья, и в процессе общения ты должен постоянно очень долго объяснять, что для русского человека это значит. Почему у нас такое есть отношение к тому или иному вопросу. От Калининграда до Камчатки тебе не надо ничего объяснять. Это люди, воспитанные в одной культуре. У вас один культурный код, и это просто делает общение максимально простым, комфортным и удобным. Собственно, так и все это дело и формируется. Ровно так же, как это формируется у тех же самых китайцев, японцев и всех остальных. Ничем не отличается. Но при этом, если говорим о китайских диаспорах, они более сосредоточены, более монолитны. Вот как раз, если говорить о российской или русской, русскоязычной диаспоре за пределами России, они как раз более разрознены и менее консолидированы. То есть вот здесь есть свои особенности. Слушай, это есть, но я бы сказал, как бы мой опыт общения с огромным количеством мигрантов. Ты знаешь, мне кажется, здесь надо делить волну миграции, потому что была волна вот 90-е и нулевые, когда люди уезжали, у которых появлялись деньги. И это были люди во многом, опять же, может, я сейчас так немножко утрирую, которые ехали с позиции, мы не русские, да, вот нам стыдно быть русскими, или мы не хотим себя ассоциировать больше с Россией. То есть это русские, которые, заслышав где-то русскую речь, они переходят, делают голос тише, чтобы там их никак-то не узнали. Видя в ресторане какую-то компанию русскоязычную, они отсаживаются со столика подальше, то есть они не хотят себя ассоциировать с Россией. Они вырвались с европейца, вот из этого советского мрачного, вот этого нищего своего там прошлого. Они как-то вот они поднялись, достигли, и они действительно не сформировали каких-то таких сплоченных диаспор. Они каждый там за себя немножко так растворились. Но новая вот эта последняя волна миграции, которую мы видим после начала войны в Европе, мне кажется, наоборот, она очень сплоченная. У меня, например, есть там проект «Вместе», это мы сделали чат, и там доску объявлений по разным городам и странам. Там более сейчас 100 тысяч человек сидят там в наших чатах, и я просто за ними слежу, и я вижу, насколько это уже другие сообщества. То есть люди там собираются, у них постоянно какие-то встречи, пробежки, они там все друг друга знают. И это как раз люди, которые, заслышав именно русскую речь, они скорее подойдут, спросят, предложат помощь, и они уже совершенно другое сообщество, за которым прямо приятно наблюдать и которым ты гордишься. А можно ли здесь провести аналогии с эмиграцией как раз 20-х годов 20-го века? То есть насколько похожи истории? Новые эмигранты, старые эмигранты. Потому что можно разделить много разных слоев. Есть те, кто стали, условно говоря, еще в рамках Советского Союза находились в разных республиках, потом республики обрели независимость, восстановили независимость, часть русскоязычного осталась. Это одна история. Те, кто уехали после развала СССР, те, кто уехали после начала Большой войны. Вот эти большие группы, которых объединяет язык и некие культурные коды все-таки. Насколько уместны такие сравнения, особенно с эмиграцией, которая постреволюционной? Слушай, с постреволюционной эмиграцией сложно что-то сравнивать, потому что у меня нет, как и у тебя, мы это не застали. Мы можем по этому судить из стихов, из книг, из песен, из воспоминаний. И где-то есть много параллелей. Где-то ты видишь, что это была немножко другая история. Мы все-таки живем в другом времени. И в отличие от той очень тяжелой эмиграции, которая была тогда, когда у людей было гораздо меньше возможностей в первую очередь коммуницировать, в первую очередь поддерживать связь с друзьями. И сегодня мы видим, что даже, ну я смотрю просто по своему общению, у меня общение с огромным количеством людей, оно никак, в принципе, не изменилось. Мы живем даже в разных городах, нам не обязательно жить для этого в каком-нибудь отдельном районе, нам не надо делать сейчас какой-нибудь свой новый там Брайтон-Бич строить. Мы можем жить где угодно, в Москве, в Берлине, в Лондоне, и при этом совершенно спокойно общаться. Люди стали более мобильными, современные технологии позволяют тебе вот так вот, как мы сейчас с тобой, просто общаться, смотреть дыру в глаза и обмениваться там всем, чем нам надо. Поэтому, мне кажется, вот последняя миграция, она такая самая счастливая в плане простоты приживания там на новом месте. Ну, на твой взгляд, можно ли сделать такую страну, как Россия, полностью закрытой страной? Вот ты был в Туркменистане, я тоже был в Туркменистане. Страна считается одной из самых закрытых в мире, наверное, уступая только Северная Корея, и там тоже формируется свое общество. Вот, а можно ли, может ли, скажем, у российских властей получиться делать что-то подобное? Территория, правда, больше гораздо, но тем не менее. Вот просто изолировать и делать Туркменистан или КНДР, например, из России. Значит, смотри, жизнь меня научила, что самые невероятные вещи, которые тебе казались невозможно вообще никогда, чтобы это произошло, самые невероятные вещи, они происходят, случаются, и мы просто за этим наблюдаем. Можно посмотреть, как Россия выглядела 10 лет назад, и тогда вот если на 10 лет назад ты отмотаешь, и ты придешь просто и поговоришь со своими друзьями, знакомыми, и скажешь, ребят, не будут летать самолеты, будет война с Украиной, будут заблокированы все социальные сети, и в России не останется ни одного независимого СМИ. Пугачева уедет, Пугачева уедет, вот, и все остальное, и Земфира, и Макаревич, и так далее. Вот, то тебя как бы покрутят у виска, скажешь, да нет, невозможно, посмотри, уже невозможно, уже мы хлебнули этого воздуха свободы, мы знаем, куда идти, вот, и вообще все остальное. Но, как мы видим, если воду медленно нагревать, то лягушечку-то можно испарить, никаких проблем здесь нет. Поэтому, безусловно, ну, власть взяла курс на самоизоляцию, на усиление репрессий. Совершенно понятен тренд, куда все это дело идет, и, естественно, все это пойдет, там, по пути дальнейшей самоизоляции. Следующий шаг будет, конечно, выездные визы. Кто постарше хорошо помнит, как ты работала в Советском Союзе, люди помоложе, они не знают. А это надо было получать разрешение на выезд. То есть, перед тем, как выехать, тебе нужно получить не только визу того государства, куда ты собрался ехать, а тебе нужно было получить еще разрешение от товарища майора, который скажет, можно тебе выезжать или нельзя. А если ты был неблагонадежный товарищ, да, писал всякие комментарии неправильно или был подписан на не те телеграм-каналы, вот, и смотрел еще ютубчик через VPN, то все, никакое подумание над своим поведением никуда ты не поедешь. Вот. Ну что, ну, а в чем Советский Союз? Был закрытой страной? Был относительно закрытой страной. Был железный занавес? Ну, был. Вполне эффективно себе работал. Понятно, что это будет не в том виде, в котором это было тогда, потому что, опять же, современные технологии, они не позволяют тебе вот прямо так как-то все дело прикрыть. Вот. Но, естественно, попытки будут, и дальше будет хуже, да, дальше будет хуже, как говорит товарищ Смирнов из «Медиазона». Ну, ты вот как раз, когда был в Туркменистане, я так понимаю, что после, там были какие-то последствия после публикации. Чему вообще может научить эта страна? Не в плане того, что ты можешь почерпнуть там что-то хорошее. Ну, Рухнама, там есть памятник Рухнаме, мы знаем. А в плане вот этой закрытости политики изоляции и работе с общественными настроениями внутри. Научить кого? Ты хочешь, чтобы мы сейчас научили... Нет, я имею в виду, что Путин... Условный Путин. Они учатся у Туркмении КНДР в плане такой политики изоляции? Для них это ролевая модель все-таки или нет? Она не очень ролевая модель, потому что все-таки это довольно маленькие страны, ну, в плане населения и территории, которые проще контролировать. Россия все-таки страна большая, но даже если возьмешь Россию, то на примере России мы видим те же самые изолированные сообщества, которые даже в масштабах России неплохо контролируются. То есть там та же самая Чечня, да, которая живет там по своим правилам, по своим законам, и там свободы гораздо меньше, чем в остальной части России. То есть, ну, вот даже в масштабах России можно строить отдельные оазисы с еще меньшими правами и свободами, и это тоже будет работать. Поэтому, возможно, Россия станет неоднородной и пятнистой, да, будут появляться регионы со своими правилами, со своими особенностями. То есть понятно, что сегодня ситуация на так называемых новых территориях, которые Россия считает своими, она совершенно другая, ее невозможно сравнить там с Москвой. Там другие правила, там другая власть у местных там ментов, там другие ограничения, ну, и все остальное. Это тоже работает в масштабах там одной территории. Приходят вопросы от наших зрителей, я тоже начну их зачитывать. И вот спрашивают про дороги, а насколько это важный такой фактор развития страны? Я слышал такую шутку, мне кажется, не помню где, но она звучит примерно так. В России две беды, одна чинит другую. А вот дорога, хорошая дорога, плохая дорога, хорошее дорожное покрытие, плохое дорожное покрытие, это определяющее для развития общества в стране? Мне сложно это сказать. Я могу сказать, что, наверное, ты видишь, это вопрос от людей, которые хотели, чтобы мы сейчас похвалили российские дороги, видимо. Можно поругать, я думаю, что российские дороги, это не немецкие автобаны. Да, потому что на этом моменте кто-то говорит, а вы видели дороги в Нью-Йорке, да? И действительно, в Нью-Йорке одни из худших дорог в мире, хотя в Штатах, как страну, конечно, с дорогами все замечательно, но в городах зачастую там случаются проблемки. И в Нью-Йорке дороги, конечно, безусловно, очень простые. Я не помню точно, как звали товарища, который делал на эту тему исследования, который как раз через дороги, через возможность перемещаться по большим пространствам, вот он приходил к разным замечательным выводам, собственно, как ведут себя люди. Не моя тема, не знаю, но дороги надо делать, если кто-то хотел их сделать. Ну, кстати, вот мы с тобой за эфиром говорили про Керуака, у него есть книга «В дороге», и там есть такая цитата, я по памяти ее попробую воспроизвести. «Вы, парни, куда-то едете или просто едете?» Мы не поняли вопроса, это был чертовски хороший вопрос. Примерно так Керуак это сформулировал. А для тебя дорога, это ты просто едешь или куда ты едешь? Вот как ты это определяешь для себя? Вот если вспомнить классику Битникова. Да, для меня это просто образ жизни. У меня нет какой-то конечной цели всей этой истории. Я просто нахожусь в какой-то своей там точке комфорта. Я сто процентов времени занят своим любимым делом. Это наблюдением, изучением того, как устроен наш мир, где что происходит. И все-таки вот эта попытка разобраться. Я не уверен, что попытка разобраться как-то увенчается успехом. И опять же, можем ли мы считать, что существует какая-то конечная истина, и, собственно, твоей целью может быть познание этой истины, чтобы потом ее до всех как-то донести. Или эта истина, опять же, не существует, она постоянно меняется, и она от тебя ускользает. Собственно, как только ты к ней подходишь, она от тебя ускользает, и уже становится то, что ты узнал сегодня, завтра не будет актуальным. Я все-таки склоняюсь ко второму, и это такой бесконечный путь. по которому мы все с вами идем. Ну, а выход за пределы зоны комфорта? Потому что, если не ошибаюсь, в Судане ты оказался в заключении короткосрочном. И могу предположить, что это не самое приятное переживание, которое испытываешь, тем более, что там и в общем власти, как-то кому нету и так далее. Вот, опять же, да, я много в каких местах оказывался вне зоны своего комфорта в каких-то заключениях и приключениях. Только, скорее, это, опять же, моя зона комфорта, потому что я себе выбрал такую жизнь, и мне это нравится. Здесь немножко такой журналистский цинизм, да, то, что для кого-то, для обычного человека это проблема, трагедия, чрезвычайная ситуация, то для журналиста это работа, наконец-таки контент, и то, собственно... Извиняю. Вот. То, собственно, ради чего мы всем этим занимаемся. Поэтому для меня в заключении это было, скорее, какой-то плюс, жизненный опыт, которым я благодарен. Как ты контролируешь собственный страх? Ну, то есть, есть же, в конце концов, инстинкты самосохранения. Оказывается, заключение в неизвестном месте с неправовой средой. Мы понимаем, что Судан не самая, в этом смысле, демократическая страна или образование государства, неважно. И ты оказываешься в некой неконтролируемой ситуации и не понимаешь, как эта ситуация будет развиваться. Здесь, наверное, у любого человека может возникать чувство неопределенности и страха. Вот ты как работаешь со своими страхами в таких ситуациях? Слушай, во-первых, у меня как бы такого страха, наверное, нет. Я много где был, и у меня вот именно страха, который должен... Не иди там на войну, не иди там, когда там беспорядки, не иди там, где помогут посадить или еще что-то. У меня, я его не чувствую. У меня, скорее, там есть какой-то азар. Вот. И есть, опять же, определенный адреналин, который, наверное, который ты подсаживаешься, из-за которого ты потом не можешь сидеть дома. Как там у людей, кто занимается экстремальным спортом, мне кажется, какие-то похожие чувства. То же самое и у журналистов, которые... Если ты где-то поездил, если ты побывал в каких-то местах, ты привыкаешь к этому чувству, что у тебя что-то должно щекотать нервы. Ты должен находиться постоянно в ситуации, в которой не находятся обычные люди, и это твое некое такое преимущество. Ты должен в этой ситуации как-то разобраться, понять. И, ну, ты на самом деле на этот адреналин тоже подсаживаешься, и все. Без него уже потом не можешь... Ты не можешь потом дома сидеть. Ну, вот мне как раз, если не ошибаюсь, Станислав Кучер рассказывал, что когда ты попал в аварию, и там были достаточно серьезные повреждения, ты продолжал снимать. Это вот недавняя история. Ну, какая авария? Слушай, это было мелое, что я разбился на велосипеде, но это так. Нет, естественно, переломы, больничная койка. У меня сломалась там шейка бедра, плечо, рука и ребра, но это уже все пришили, привинтили, как бы, ну, это... Так, да. Ничего серьезного. Не, ну, конечно, ну, конечно, все снимаешь, да. Я же говорю, это просто часть твоей жизни, и я могу сказать, что я очень счастливый человек, потому что я занимаюсь своим там любимым делом. У меня нет такого, что я кладу там камеру, откладываю ноутбук и говорю, фух, да, вот теперь можно и отдохнуть, потому что я не знаю там, а что такое отдых. Я постоянно вот в контенте, в повестке, и там за последние там много-много лет я ни разу не откладывал от себя там ни телефон, ни ноутбук, ну, потому что я не вижу в этом потребности. Ну, у тебя нет вот таких вот красных линий? Ну, давай просто я сейчас смотрю сериал «Королева Юга», он про картели мексиканские. И вот, допустим, ты как журналист, ну, это мысленный эксперимент, оказываешься где-то рядом с картелем и думаешь, не внедрится ли туда. Вот у тебя есть такая, что так уже все, предохранитель или какой-нибудь там сигнализация в голове начинает остановить, дальше можно так уже глубоко зайти, что выйти оттуда не сможешь. Ну, то есть вот такое рациональное, тормозные элементы какие-то присутствуют? Слушай, у меня в плане личной безопасности у меня каких-то таких элементов не присутствует, поэтому здесь у меня нет проблем. У меня скорее есть проблемы, я стараюсь избегать ситуации, где тебе предстоит делать какой-то тяжелый моральный выбор, я всегда его боялся, потому что это очень сложная история. Есть хороший фильм, не знаю, я смотрел, клуб безбашенных по-русски, по-моему, Бэнк-Бэнк-Дап, по-моему, про Судан. И про Судан в том числе. Ну, они начинали с политики апартеида, они снимали, а потом еще фотографии в Судане, конечно, знаменитые. Собственно, это фильм на основе реальных событий, происходивших, и он рассказывает про журналистов, которые снимают и работают в ситуациях гражданских войн, геноцида, голода и так далее. И как им нужно себя вести, то есть что нужно тебе делать, когда ты видишь там голодающего ребенка. И ты, понимаешь, не можешь его спасти, ты можешь его, не знаю, сфотографировать, и покатить это миру, и это потом как-то поможет. Но, тем не менее, помимо всего этого, ты ощущаешь еще какое-то колоссальное давление общества, которое ждет от тебя каких-то еще дополнительных геройских поступков, что ты должен не просто снимать, а ты еще должен спасать и в этих ситуациях быть исключительно, занимая какую-то правильную сторону и так далее. Это очень тяжело. И я всегда как раз старался такой выбор не принимать и не оказываться в ситуации, где мне нужно вот это делать. И именно поэтому, наверное, я в меньшей степени занимаюсь какой-то социальной журналистикой, потому что я очень... Ну, я просто понимаю, что там я пропаду. Да, что если вот я сейчас начну... Меня очень всегда трогают истории, мне очень хочется... Даже вот мне не знаю... Вот была последняя история. Мы сидели с Нигиной Бероевой. Она замечательная сейчас журналистка Дождя. Вот. И она мне рассказывала про семью женщины из там русской глубинки. Мать-одиночка воспитывает кучу детей. Вот она у нее на холодильнике увидела магнитик Анапа. И она спрашивает, а вы там были в Анапе? Они говорят, не, мы просто нашли этот... Там на какой-то помойке нашли этот магнитик. Там просто море на этом магнитике нарисовано. У нас теперь дома море. И мы мечтаем когда-нибудь поехать в Анапу. Я когда эту историю слышу, я говорю, так, слушай, все, давай везем ее в Анапу. Ну, потому что... И ты слышишь эту историю, и ты понимаешь, да, что... Ну, одной семье ты можешь как-то помочь. Всем помочь ты, конечно, не можешь. Но меня такие темы всегда не очень трогают. И я понимаю, что вот там я точно увязну. И это будет просто, ну, тяжело. Я не знаю, как это меня поменяет, и как смогу я это вообще вынести, и как я потом буду дальше с этим всем жить. Потому что я всегда... Вот, мне кажется, самое тяжелое в журналистике, это как раз люди, которые через себя все эти истории пропускают. И страшные истории. И как они это вывозят, я не понимаю. Я бы с ума сошел. То есть я не знаю. То есть как они годами работают. То, что связано с благотворительностью, с этими социальными проектами. Это, конечно, такая вот очень сложная история. Ну, вот как раз ты говорил про Судан, и вот эта знаменитая фотография, когда Стервятник смотрит на ребенка, и фотограф на протяжении нескольких часов фиксировал, наблюдал, чтобы снять этот кадр. В итоге он, кстати, получил пулицарскую премию и покончил жизнь самоубийством. Но как следительство данных, он же все-таки потом сообщил об этой девочке. То есть, если не ошибаюсь, это была девочка. Но его, он не выдержал вот такого морального груза после этой истории. Да, да. Слушай, смотри, это все очень-очень тяжело. Еще раз, да, это все тяжело. И вот самые, ну, эти истории, особенно когда эти истории происходят там, ну, с близкими людьми, ну, и с людьми твоего культурного кода. Да, возвращаясь к тому. Потому что когда это происходит где-то там в Африке, ты это еще, может быть, не всегда там ассоциируешь с собой. То есть, это все-таки что-то другое. Это другие истории. Это, ну, особо так не трогать. Но когда эта вот история происходит здесь, был замечательный фотограф Дмитрий Марков, который ушел в этом году. И он много занимался как раз с детьми из ПНИ, ПНИ, детьми там с наркозависимыми, сложными подростками. Вот, и мы с ним много общались, ездили, тоже снимали то, что там происходит. И, ну, я потом там месяц просто отходил, а он в этом живет, да, когда ты понимаешь, что происходит в ПНИ, как над этими детьми издеваются над этими подростками, что происходит там с наркозависимыми. Вся вот эта вот очень страшная система, к которой мы привыкли там не касаться, ну, это очень тяжелая история. И, ну, и для меня это прямо вот, ну, если есть та вот красная линия, я стараюсь туда не подходить, потому что я просто не уверен, что я смогу это как-то потом дальше с этим жить. Вопросы из чата, продолжаю их зачитывать. Илья спрашивает. Здравствуйте, Илья Теска. Как вы думаете, почему не вызывает естественного отторжения сегодняшняя война, которая освещается фактически в онлайн-режиме, где видны все ее ужасы, включая многочисленные обращения самих военных с жалобами и так далее? Отчаянность или безразличие со стороны россиян? Спасибо. Мне кажется, мы просто не оценили, как работает пропаганда. То есть, ну, все как-то так думали, что, ну как, есть же интернет, есть же вот много всего, и люди обязательно разберутся. Но, мне кажется, по факту мы не понимали, какое страшное оружие, на самом деле, пропаганда, и насколько эффективна вот эта вот четко выстроенная система, она может влиять на людей, перекопывать их там мозги. До этого мы видели, это на примере фашистской Германии, там Геббельса, всего остального. Читали в книжках, как вот он там эффективно все это выстраивал, всю эту систему там агитации. Ну, и думали, что, ну, это вот было тогда, а с нами такое там никогда не случится. На самом деле, оказывается, да, что пропаганда, как с одной, кстати, так и с другой стороны, и абсолютно по разным вопросам. Это же не только там касается войны, да, тут можно вспомнить ситуацию, которая была там с ковидом, когда, казалось бы, какие-то совершенно мракобесные идеи, которые тебе кажутся, ну ладно, люди же не такие глупые, они не могут на все это поверить. А потом ты просто понимаешь, как тушь, тушь, один другой, другой, и тысячи, миллионы, и какие-то просто совершенно безумные идеи, они перерастают в какие-то уличные протесты, там, столкновения, в целые какие-то движения, теории заговора, и, ну, это страшное оружие, да, поэтому... А тебе, кстати, не приходилось сталкиваться, встречаться, взаимодействовать со сторонниками теории плоской земли, ну, как путешественнику? Нет, к счастью, я думаю, сейчас что ты спросишь, с какими сторонниками? Нет, нет, с плоской земли, к счастью, не приходилось. Но они, кстати, тоже существуют, да, и это грустно. Ну, мне просто интересно... Вообще, такой, знаешь, мне кажется, вот мы сейчас живем и удивляемся этому, но завтра вся история будет еще хуже, потому что, например, там, в последнее время я с собой, ну, чаще замечаю, что в Инстаграме появляется реклама, сделанная, ну, нейросетями, там, вот этот искусственный интеллект, когда я рекламирую просто какие-то, ну, отвратительные, что там, аферы, не знаю, там, ну, просто они берут мое лицо и переделывают, да, и получается, что я что-то другое говорю. Кстати, вчера или позавчера появился этот ИО Курской области, который тоже, об этом многие там каналы написали, который рассказывал, что там сейчас все мужчины, срочно берите оружие, идем там защищать Курскую область. Тоже вот по технологии искусственного интеллекта, да, позволяют создавать видео, которые, ну, неотличимы от реальности. И я думаю, мы в ближайшие там даже не годы, может быть, а год увидим просто крах всей сегодняшней нашей информационной картины, потому что, опять же, посмотри сегодняшнюю войну, мы еще в ней можем как-то разобраться, потому что есть там независимые там какие-то там асинтоналитики, которые по кадрам, по разным сопоставляют, делают расследования, да, мы там смотрим разные расследования, что случилось там, там, да, кто сколько потерял, кто что контролирует. То есть у нас есть какие-то данные, с которыми мы работаем. Например, там, вся история с тем же самым там малазийским Боингом, оно же, ну, все расследование, оно построено как раз на кадрах, которые были на перехваченных там переговорах, на... Вот по крупицам был собран этот пазл, да, и распутана эта история, там, вплоть до имен, званий, поминутного, вот все это расследование мы получили. Но мы это получили тогда на основе тех данных, которые у нас были. Сегодня ты не можешь верифицировать, ты уже понимаешь, ты не можешь верифицировать некие данные, ты не можешь понимать, что голос, который тебе предъявляют, что это реальный голос человека, и что вот я сейчас смотрю на тебя, а не на пранкера, там, Вована или Лексуса. Я не знаю, с кем я говорю, я не знаю, какие новости там я понимаю. Завтра мне будут показывать ракету, которая летит в детскую больницу в Киеве, и одни будут мне показывать кадры, где будет вот одна ситуация, а другие будут мне показывать кадры, где будет другая ситуация. И в конечном итоге, что остается, да, как мы завтра будем отличать правду от вымысла, как мы будем понимать, где ложь, где нет, это какое-то страшное мрачное будущее, к которому мы сегодня подступаем, но дальше, я думаю, будет все это гораздо хуже. И с одурманиванием людей, и самое большое, да, даже для тебя вот самого, будет практически невозможно понять, а что на самом деле происходит. Это останется вопрос веры, вопрос какой-то условной твоей религии. Ты просто, тебе придется болеть за какую-то команду и верить и так, как люди там в средневековье верили святым книгам, не задавая никаких вопросов, потому что ты все равно не получишь на них ответ. То есть получается, что технологии и развитие технологий загоняют нас в прошлое, как бы мы не хотели стремиться. С точки зрения, я думаю, мы уже прошли, реально мы человечество, пик какой-то вот открытости мира, прозрачности, достоверности, вот его понятности именно информационной. Я сейчас говорю только про журналистику, да, не про науку, я говорю про журналистику. Это были десятые годы. Вот мы этот пик прошли, и сейчас мы катимся обратно вниз, где, казалось бы, доступ к информации стал проще, но возможность найти среди этого мусора, найти что-то настоящее, с каждым днем будет все сложнее и сложнее. А уже в ближайшем будущем, опять же, мы будем просто жить в мире, где невозможно будет верифицировать ни одну картинку. Ни одну картинку. То есть сегодня мы видим и понимаем, условно, чья ракета куда прилетела, а завтра ты будешь понимать, что эта картинка, это просто картинка. Она ничего не доказывает, потому что на эту картинку есть 10 других точно таких же картинок, но с другими версиями. К тревожному настоящему этот вопрос из чата. Смотрел ли ты интервью Дудя с Лебедевым? Ну, я смотрел интервью Дудя с Лебедевым. Что ты думаешь, Лебедев, кстати? Это какой-то неведомый для меня причин. Я выступаю пресс-секретарем Артемии Лебедевым, не знаю почему. Но он же тоже путешественник, ну тоже я... А, я понял теперь почему. Он объездил все страны мира, как он начитался, не помню, сколько лет. Да, он объездил все страны мира, да. Артемий Лебедев путешествует и объездил все страны мира, да. Ну, что ты думаешь об этом интервью? Я думаю, что позиция Артемия Лебедева, она мне не очень близка. С точки зрения интервью, скорее, это был допрос Артемия Лебедева со стороны Юрия Дудя, который на протяжении, по-моему, трех часов предъявлял Лебедеву за базар, как вот говорят, да. А Лебедев там где-то удавалось поймать, где-то он довольно ловко выскользал из дудевских рук. То есть, ну, я думаю, никто ничего нового в этом трехчасовом шоу для себя не открыл. Кто хоть как-то следил и за Дудем, и за Лебедевым, я думаю, они все остались при своих мнениях. Каждый еще раз убедился в том, что он думает по поводу того или другого персонажа. Ну, кстати, Мизулина не приняла извинения Лебедева, которое он сделал после интервью. Мизулина не приняла. Я думаю, Лебедев на это и не рассчитывал. А он извинился, ты видел? Вот он пошел на это. Я видел, он извинился. Я думаю, он больше рассчитывал на какое-то медийное внимание. Вот. Я думаю, у Артемия Лебедева больше работает принцип всего пиар, кроме некролога. И поэтому, если можно на чем-то дополнительно хайпануть, ну, то есть, он что-то сказал, она ему ответила, а он делает, как обратно мяч перебрасывает ей. А она перебросила ему. Я думаю, мы увидим еще какое-то перекидывание мяча. Собственно, так работает сегодняшнее шоу, за которым мы наблюдаем. Ну, вот, если говорить о Мизулине, ты как человек из Ютуба, один из самых популярных в русскоязычном Ютубе. Ютуб, кстати, глушит, причем сегодня тоже глушит, как мы понимаем, достаточно серьезно. А вот появление таких людей, как Мизулина, которые борются с такими, как ты, и такими, как мы, да и, в общем, с любыми, ну, оно тоже, наверное, не случайно. Но как ты думаешь, кто в этой условной или безусловной битве имеет преимущество? Такие, как Мизулина с мамой или такие, как ты, например? Да, смотри, я должен предупредить, у меня просто осталось 2% зарядки. Если я в какой-то момент пропаду, я сразу заранее со всеми прощаюсь. Было очень круто, да, спасибо за интересные вопросы. Вот, просто могу внезапно пропасть, но я надеюсь, мы еще подчеркнемся. На Мизулиной мы скажем, что это блокировка, будет красиво, да. Да, да, что это блокировка. Слушай, безусловно, не испытываю никаких симпатий. К этой женщине она выбрала заниматься, ну, таким довольно гнусным делом в плане, в том числе, политических доносов. При этом, ну, понятно, почему это стало возможным. Это стало возможным, потому что мы начали жить в обществе, где нет каких-то там сдержек и противовесов, где там не работают институты, и все начинает уходить куда уходить, начинает уходить в понятие. То есть, по-хорошему, Мизулина бы закончилась, ну, если мы говорим про здоровое общество, она бы закончилась ровно там, где она бы начала, где бы началась. То есть, она на кого-то бы наехала, человек пошел бы в суд, ну, во-первых, защитил бы свою там честь и достоинство. Во-вторых, ну, еще раз, не Мизулиной решать, что такое хорошо, что такое плохо. Есть там законодательство, есть суд. Если кому-то не нравится там та или иная, например, музыка или тот или иной поступок, вот, то надо идти в суд. Суд, опять же, если был бы нормальный независимый суд, суд бы всех этих недовольных послал бы нафиг, и на этом бы, еще раз, история Мизулина бы закончилась. Ввиду того, что институты в России разрушены, а у нас нет ни независимого суда, ни независимых СМИ там внутри страны, ни там депутатов полиции, ничего остального, то все живут по понятиям. По понятиям ты должен пытаться учуять ветер, да, вот откуда дует ветер. Ты сидишь, смотришь, да, и пытаешься понять, кто сегодня там с кем под ковром договорился, у кого сегодня больше власти, кто там сегодня как тебя сожрет, а самое главное там, как бы чего не вышло, и как бы ты сам потом там не огреб. Вот, и Мизулина как раз этим и пользуется. То есть ее топливо, это совершенно запуганная, дезорганизованная система, весь там силовой и правовой аппарат, да, который работает теперь не по совести, да, а ловит какие-то сигналы. И она, собственно, хакнула эту систему тем, что создала себе образ, что она что-то значит, и что ее надо слушать. Это просто вот, ну, так вот, к нам едет ревизор, да, то есть это... Да, у меня сел ноутбук, но я договорю просто мысль, чтобы можно было все это дело закончить, это может, ну, на YouTube домонтируешь. Так вот, Мизулина, она как вирус, она воспользовалась слабостью организма, она туда проникла и, ну, хакнула эту систему, просто создав образ, что она что-то решает, да, то есть ее начали слушаться, почему, да, потому что никто не понимает там, кто она, что она, откуда, как она там, кому-то командует, кому-то что-то там приказывает, она создала у себя такой образ и начала этим пользоваться. Вот, банальная история про вирус, который проникает в славу организм, и оксидно там размножается и делает не очень хорошие вещи. Собственно, чтобы подобные вирусы в организм не проникали, должен быть здоровый организм, отчего я всем нам и желаю. Очень хочется, чтобы Россия была сильной, не в плане бряцкания оружия, да, а в плане работающих государственных институтов, нормальной социальной политики, нормальной, подлинной, настоящей стабильности, страну, которую уважали бы, страну, с которой хотели бы вести свои дела, вот, и тогда, я думаю, мы увидим совершенно другую картину. Вот, еще раз спасибо за разговор, извиняюсь, что так вот внезапно прервалась связь, но мы живем в такое время, когда нужно быть готовым ко всему, в том числе, к внезапным обрывам связи. Вот, все, всем пока! Субтитры создавал DimaTorzok